Всем привет, с вами Эдгар, вы на канале Масля Геймится и сегодня будет обзорчик программы Мувави Это видеоредактор, которым я пользуюсь и огромное количество наших видео было отредактировано именно в этом видеоредакторе Почему я это снимаю? Потому что много наших любимых, уважаемых подписчиков просит показать, как мы это делаем так как тоже хотят, в свою очередь, стать блогерами хотят качественно редактировать свои видосики и выкладывать это все дело на YouTube Так вот, есть у меня такой видеоредактор, который называется Мувави Video Editor Если я правильно прочитал, конечно Так вот, прежде чем я сниму полный обзорчик на эту программу покажу все фишки, плюшки, что тут можно делать Я хочу сказать следующую вещь что этот видеоредактор вы можете скачать бесплатно Заходите на сайт Мувави ссылочка будет в описании и здесь есть вариант скачивания как на платформу Mac, так и на Windows Скачивайте, устанавливайте В бесплатной версии доступны все возможности этого видеоредактора Единственный момент Когда вы будете сохранять видео на компьютер будет логотипчик и ваше видео сохранится не стопроцентно Будет сохраняться только часть видео Ну, понятное дело, это бесплатная версия Но что вам дает это? Вы можете для себя определить нравится вам этот видеоредактор или нет Допустим, мне это очень помогло Когда я искал для себя видеоредактора и думал, где буду делать свои видосики Я наткнулся на этот сайт, скачал полностью потестил закинул видео, применил все видеоэффекты все, что здесь вообще возможно В итоге определил для себя, что мне это нравится и купил полную версию в которой доступны, в общем, все возможности Плюс, еще такая фишечка Плюшка от нашего канала Я договорился с разработчиками этого видеоредактора и они предоставили 30% скидку на покупку этого редактора Так вот, сам редактор, в принципе, стоит недорого И вы можете перейти по ссылочке и купить его еще на 30% дешевле Ну, это реально халява Как бы покупайте один раз Видеоредактор ваш Просто отличная Отличная программа Все, работаете, делаете ваши видео Выкладываете и продвигаете, прокачиваете свой канал Так что, если кого это заинтересует Пожалуйста, все ссылки будут в описании А теперь перейдем на обзор Программка запускается очень быстро Я лично работаю на Mac В других уроках я покажу, как это будет работать на Windows На данный момент будет платформа Mac OS X Так вот, запускается быстро Тут есть несколько разделов Пробежимся Есть вот такие вот фильтры Разнообразные Каждый фильтр вы можете потыкать Посмотреть, как он работает Все наглядно показывается Всякие разные приколюхи Допустим, открываете раздел фильтры И здесь есть разбивка Для вашего удобства Фильтры кучкуются Допустим, коррекция, художественное размытие И так далее, засветка Если какой-то из фильтров вам понравился То сверху присутствует такая штука, как сердечко Когда вы вставите вот эти сердечки То тут есть раздел избранное И все плюшки собираются в одну кучу Чтобы потом не бегать по всем разделам И искать ваш любимый фильтр Ваша любимая рамочка Блики и так далее Собирайте все в одну кучу Так вот, здесь есть фильтры Также есть большое количество Красивых переходов Которые частенько применяю Также здесь вот есть избранное Что такое переходы, если кто не знает Когда видео разрезается на две части Ну, допустим, момент Закончилось видео и начинается Какой-то следующий этап Так вот, для этого Есть вот такие вот переходики Тут также есть вот всякие художественные Заворачивание, например, вот Листочка, перелистывание Также есть вот угасание Размытие, круги, блики Большое количество всевозможных переходов Дальше Тут идут титры Вот это мое любимое местечко Потому что Я работал в разных видеоредакторах И вот с титрами всегда такая вот, знаете Возня происходит Вам нужно выстроить весь этот процесс Чтобы было прикольно и красиво Но здесь Титры уже подготовлены Допустим, вот смотрите Вот такое сделать Это нужно, ну Долго попариться Чтобы сделать вот такие вот Титры на ваше видео Сейчас я покажу наглядно Как их можно будет применять Так вот, этих титров здесь Достаточное количество Тут есть мои какие-то любимые Так, дальше идем Дальше идут всякие разные фигурки Допустим, когда идет видео И там что-то происходит Вы можете там стрелочкой что-то указать Текст написать Кто-то типа задумался Всякие всевозможные там Прямоугольники, круги, квадраты там И так далее В общем фигуры Которые тоже можно применять Тоже все разбивается Дальше Инструменты, которые мы можем применить Только после того, как Заработает у нас Видосик какой-то Для этого здесь есть раздел Вот самый верхний Импорт Добавить файлы Записать видео Захват экрана Добавить целую папку Так вот Я в общем-то пользуюсь вот этим Добавить файлы Открываю Выбираю какой-то файл Который я хочу Отредактировать Сейчас у меня тут Загрузится У меня на компьютере Стоит внешний Диск Хранилище Так сказать На 5 терабайт И тут очень много всего И вот мы снимали Например Видео Вчера Попробуй не запей Так вот Сейчас попробуем На примере этого видео Которого вы также увидите На нашем канале Сделать Редактирование Вот тот самый видосик Сейчас в тренде Попробуй не запей Челлендж Тут есть снизу Ползуночек Который Увеличивает Уменьшает Ваше Видео Для удобства Зачем это нужно? Вот если вам нужно Какое-то местечко Срезать И вам нужно Поближе Посмотреть Допустим По звуку Когда что-то говорится То При расширении В этом местечко Можете подробно Рассмотреть Если это все дело Сжать Не совсем понятно Где нужно срезать Где заканчивается Какой-то разговор Это раз Вот так вот Вы можете пробежаться Потом Когда вы нажимаете На полосу С видео Сверху Есть Свойство Аудио Где вы можете Прибавить Убавить звук Сделать Увеличить скорость Вашего звука Также здесь Присутствует Эквалайзер Допустим Тут без коррекции А можно сделать Чтобы был Выше голос Лучше слышно было Голос Музыку Басиста Чтобы это все Звучало Дальше Устранение Шумов Если например Происходит Какое-то Сверление И ваши соседи Вас достали То Вот этот фильтр Как раз Подойдет Аудиоэффекты Какие-то Понятное дело Стандартные Аудиоэффекты Которые Частенько Пригождаются В видеоредактировании Голос Робота Писклявый Голос Там Эхо Радио И так далее Так И Распознавание Битов Ну Если честно Я вот этим Не пользовался Не знаю Что за биты Но Думаю Может кому-то Пригодится Разберетесь Также Здесь же Есть сверху Раздел Видео Вы можете Прибавить Громкость Вашего Видео Скорость Увеличить Уменьшить Есть например Моменты Где какой-то Эпический Процесс Происходит И вам Нужно Этот момент Как-то Замедлить Так вот В этом Эпике Применяется Именно Скорость Так Коррекция Цвета Тут например Есть вот Автонасыщенность Жмете И программа Сама Определяет Насыщенность Автоконтраст Авто Улучшение И Авто Автоматический Вот Белый цвет Вот если Вы сейчас Посмотрите Почувствуете Разницу Смотритесь Если Вот Я вот Убрал Галочку Видите Желтизна Этот Желтый Цвет Достает Многих Потому Потому Что Когда Камера Снимает И Идет Процесс Фокусировки Камеры И В зависимости От Присутствующих Здесь Цветов Иногда Получается Такая Штука Что Вроде Как Дом Все Светло Красиво А В итоге Вы Получаете Какую Желтизну И Эта Желтизна Раздражает Просто Личит Меня Я Долго Время Искал Как Это Фильтры Какие То Накладывал В итоге Это Просто Работа С Белым Цветом Тут Есть Автобаланс Белого Жмете Все И Вы Получаете Белый Цвет Все Красиво Вот Эта Желтизна Уходит Также Можете Вручную Это Все Дело Корректировать Если Хотите Если Все Устраивает То Выходим Обратно Тут Есть Повтор И Кодирование Если Вам Это Тоже Нужно Дальше Масштаб Панорама Это Отдаление Приближение Тоже Что Кадр Идет Дальше Приходит Обратно С этим Можно Поиграться Но Я В принципе Например Эти моменты Не Применяю Вот Вот Хорош Раздел Который Периодически Применяем Это Идет Хромакей Что Можно Делать В Хромакее Если Вы Снимаете Какие То Видео На Фоне Хромакея Кто Не Знает Что Это Фон Например На данный Момент За Мной Находится Хромакей Это Зеленая Ткань Если Вы На Фоне Этой Ткани Что-то Отсняли То Вы Можете Заменить Этот Фон Чем Угодно Космосом Я Не Знаю Природой Так Вот Здесь Можно Именно С Помощью Этого Раздела Сделать Замену По Хромаке Может Быть Я Сниму Отдельный Урок Как Это Делается Также Есть Выделение И Цензура Хорошая Штука Мне Вот Этот Раздел Очень Нравится Допустим Вы Ну Я Лежит Какие-то Вещи Там Или Вдруг Видео Есть Просветился Там Не знаю Номер Телефона Или Чьё-то Лицо Которое Человек Не захотел Чтобы Его Видели Так Вот Такие Моменты Можно Вот Взять И Перекрыть И Этот Человек Просто Вот Цензура Тут Есть Прозра Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Такое Эпично Когда у вас Что-то Падает Или вы Куда-то Летите Или Вскрикнули Вы Выделяете Именно Этот Момент И Как Выделить Этот Момент Допустим Вам нужно Выделить Вот Этот Отрезок Чуть Делаете Больше Чтобы Было Понятно Что Вы Хотите Срезать Берете Ножницы Оп Срезан Момент Делаете Следующее Местечко Где уже Эпик Заканчивается И еще раз Срезаете И вот Именно на этот Момент Вы можете Наложить Скорость Так вот Смотрите Допустим Мы сейчас Смотрим Все как Обычно И тут Идет Вот Замедление Кадра Ну Тут Конечно Нужно Выбрать Хороший Какой Моментик Чтобы Реально Прочувствовать Вот Эту Скорость Также Здесь Меняется Горь Голос Голос Встает Грубее Но Так как Идет Замедление И на этот Момент Тут Есть Еще Дорожка Снизу Идет Звуковая Дорожка Так вот Эту Звуковую Дорожку Допустим Во время Такого Эпика В принципе Этот Звук И не Нужен Он Искажен Вы его Просто Сбавляете А снизу Мы Добавим Например Музыкальное Какое-то Наложение И Получится Такой Эпический Момент Под Какую-то Музыку Если Вот Сейчас Смотрите Здесь Идет Звук То Здесь Этого Звука Уже Нету Как Наложить Допустим Снизу Звук Для Этого Переходим В этот Же Раздел Добавить Файл Ищите Ту Песенку Которая Вам Можно Вот Эту Звуковую Дорожку Нажимаете Удерживаете И Перетаскиваете Куда Хотите Перетаскиваем Именно На Этот Момент Так Вот Здесь Чтобы Все Хорошо Стыковалось Иногда Приходится Вот Так Увеличивать Потому Что Музыка Видите Начинается Здесь Долго Также Можете Корректировать Вот Эту Аудиодорожку Таким Вот Образом Вот И Все И Подставили Сюда Вначало Все Избавили Обратно Также Например Если Нам Здесь Нужно Срезать Выбирайте Это Местечко Жмем Ножницы Как Вы Видите Музыкальная Дорожка Разрезалась Лишнее Просто Убираем Все И У Нас Получается Вот Эпический Момент С Музыкой Ну Тут В принципе Не настолько Прям Эпический Момент Но Если Найти Его Какой Ни Моментик Но Вы Поняли В общем Как Это Все Работает Так Дальше Что Еще Здесь Можно Сделать Это У нас Получается Обработка Видео Идет Красивая Потом Вы Можете Поработать Со Звуком Звук Можно Убавить Прибавить Для чего Это нужно Делать Если Например Вы Добавляете Сюда Музыку Какую-то Да Просто Чтобы Фоновая Шла Музыка Если Я Оставлю Громкость Этой Музыки Стандартно То Будет Перебивка Это Слишком Громко Получается Поэтому Музыкальную Дорожку Мы Сбавляем На Ту Отметку На Которую Будет В принципе Как бы Музыка Не мешать Если Маловато То Конечно Добавляем Ну Разная Разные Песни Разная Громкость У них Поэтому Нету Какого-то Стандарта Чтобы Я вам Сейчас Сказал По Процентам Ставьте 15 Чтобы Не Перебивать Делайте Звуковую Дорожку И Просто Играете Как бы Вверх Низ И Включаете И Слушаете Если Приятно Слушать То Отлично Дам Вам Такой Советик Многие Начинающие Блогеры Хотят Поставить Музыку Прибавляют Ее На всю Катушку Людей Почти Не Слышно И Думают Что Ох Сейчас Под Эту Музыку Все Будут Их Смотреть Нет Это Ошибочное Мнение Людям Приятнее Слушать Других Людей Поэтому Музыку Сделайте Всегда Вот На Грани Ну Почти Чтобы Ее Было Слышно Чтобы Она Не Перебивала То Что Говорит Человек На Видео Это Есть Качество Не Переборщите Со Звуком Так Это У нас Музыка Допустим Видео Готово Музыка Фоновая У вас Есть Все Отлично Дальше Что Тут Можно Еще Сделать Давайте Перейдем И посмотрим Разделы Допустим Переходы Как Работают Переходы Возьмем Любой Какой-то Переходик Для чего Он Нужен Вы Например В видео Делаете Какие-то Вещи И На Каком-то Моменте Заканчивается Как бы Этот Процесс И Вы Должны Начать Новый Какой-то Этап Видео Так Вот На Этом Моменте Вам Просто Нужно Срезать Видео Вот Как Вы Видите Видео Срезалось Именно На такой Моменте Вы Выбираете Какой-нибудь Переход Его Можно Предварительно Посмотреть Как он Будет Выглядеть Какое-то Размытие Допустим Вот Такой Вот Момент Или Такой И Все Очень Просто Просто Зажимаете Переход И Тащите Его На То Место Где Вы Сделали Срез Потом Если Нажимаете Увидите Вот Происходит Вот Такой Переход Если Вам Не Понравился Этот Переход То Вы Можете Его В принципе Убрать Можете Убрать Все Переходы Можете Убрать Один Переход Все Убрали Переход Смотрим Например Какие То Другие Вот Прикольный Какой То Переход Так Что У нас Тут Еще Есть Волны Масштабирование Вот Допустим Такой Переход Стандартный Прикольный Переход Перекрывается Одно Видео Другим И Получается Такой Вот Эффект Классный В общем Делайте Срезы И ставите Вместо Этих Срезов Вот Этих Переходы Дальше Есть Раздел Текст Вот Этот Раздел Мне Очень Нравится Допустим Когда Начинается Ваше Видео Или Когда Заканчивается Ваше Видео Или В каких То Моментах Во Время Видео Где Нужно Как То Продублировать Или показать Информацию Про Которую Вы Говорите Допустим Если Вы Купили Вот Эти Вещи В Каком То Магазине И Говорите Магазин Находится По Адресу Там Проспект Октября Сколько Это Так Так Вот На Такой Момент Если Вот Например Где То Здесь Было Такое Сказано То Можно Выбрать Какой То Эффект Вот Например Под Такое Дело Подходит Вот Такие Эффект Просто Берете И Тащите На Верхнюю Дорожку Вот Вот Он Эффект Если Его Оставить Таким Образом Появляется Здесь И Можно Подкорректировать Переходим На эту Часть Щелкаем Два Раза Мышкой Вот По Эффекту И Вам Доступны Такие Вещи Смотрите Каждый Раздел Можно Двигать Это Просто Блин Офигенно Вы Вот Сюда Так Ставите Здесь Оставляете Можете Например Прощелкать И здесь Поменять Вот Как я Сказал Написать Допустим Проспект Октября 49 Допустим Если Получается Вот такая Штука И Вам Не Очень Удобно То Вы Можете Это Дело Просто Удлинить Также Чтобы Играть С этим Текстом Наверху Есть Возможность Подкорректировать Здесь Можно Текст Увеличить Поменять Размеры Букв Вот Они Например Сделать Крупно Также Сделать Жирными Косым Также Можете Выбрать Какой-то Другой Шрифт Который Вам Нравится И Здесь Можно Выбрать Цвет Вашего Текста Вот Сверху Вот эта Пипетка Есть Тут Выбирается Цвет Текста Какой Вам Нравится Например И Есть Еще Контур Если Вы Зададите Контур То Будет Окантовка Вашего Текста Также Можно Задать Цвет Этого Контура Вот Но Тут Все Идет На Ваш Вкус И Цвет Как Говорится Тут Нет Каких То Правил Поэтому Выбирайте Решайте Сами Так Вот Черный Цвет А Здесь Пусть Будет Например Также И Белым Так Также Вот Эти Вещи Вот Если Не Нужны Можете В Принципе Их Убрать Все Это Дело У нас Готово И Просто Мы Ставим И Теперь Смотрим Что У нас Получилось Вот Проспект Октября 49 Это Если Вы Какую-то Хотите Дать Информацию Потом В Начале Видео Что Можно Сделать Когда Начинается Видео Всем Привет Вы На Таком То Канале Вот Вот Когда Эдвин Говорит Вы На Канале Мысля Геймит Тут Можно Увеличить И Даже Посмотреть Где Звуковая Дорожка Начинается Вот Здесь Он Говорит Вы На Канале Мысля Геймит И Тут Можно Как раз Таки Сделать Вот Такие Титры Какие Ни Красивые Которые Будут Говорить В Вашем Канале Тут Есть Популярные Можно Даже Просмотреть Что Тут У Не в Тему Так Ну я Не знаю Допустим Вот Этот Эффект Берете Этот Эффект Находите То Самое Место Где Вы Это Говорите Вот Мысля Геймит Запустим Так же Щелкайте Два Раза И Можете Этот Эффект В принципе Скорректировать Чтобы Не Перекрывать Своё Лицо Делайте Все То же Самое Вот Так Переходим Сюда Здесь Ставим Например Мысля Геймица Здесь Пишите Например То что Это Челлендж Пишите Так В общем Можно написать Чего угодно Все что Все что Хотите Челлендж Итак Вы можете Скорректировать И Написать Здесь Ту информацию Которая По теме Будет Допустим Это Челлендж Я не знаю Как он Называется У нас Челлендж Не Запей Вот Пишите Челлендж Не Запей В принципе Все Готово И Вы можете Перейти И Посмотреть Все Также Можете Применить Можете Убрать И Попробовать Например Какие то Другие Там Эффектики Как они Будут Смотреться Так Простые Текст Вот Такой Эффект Например Вот Этот Эффектик Можно Вот так Двинуть Сюда Сюда Сделать И Как В тот Раз Допустим Мысля Геймица Растянуть Это Все Дело Вот Так И Например Поменять Чуть Чуть Вот Так Чтобы Получше Было Читабельно Это Все Дело Было Все В принципе Готово И Теперь Нажимаем Я Думаю Что Отлично Смотрится Вы Можете Тут Экспериментировать Сколько Вам Влезет Вообще На Свое Усмотрение Если Просто Оставить Например Не Настолько Эффективно Ну Не Настолько Круто Смотрится А Если Что То Добавляете Какие Такие Приколюхи Видео Приобретает Совсем Другие Характеристики Ощущение Как Бы Ну То Что Работали Над Видео Красиво Так Это Идут У нас Всякие Эффекты Также Например Заканчивается Видео Тут же Вот Этот The End То Что Всем Пока С вами Были Такие Такие Это Все Дело Например Можно Применить В общем Эффектов Тут Очень Много Вот The End Все На этом Завершается Например Ваше Видео Так Тут Также Есть Например Заголовки Если У вас Допустим Серия Каких То Видео Вы Снимаете Так Сказать Сериал Или Уроки Допустим Уроки Фотошопа Уроки Того же Видеоредактирования То Вы Можете Применить Вот Такой Например Эффект Хороший Эффект Сейчас Нажму И Посмотрите Как Это Дело Работает Вот Здесь Вы Можете Например Прописать Что За Урок И Хештег Номер Вашего Урока Что Урок Номер Такой То И Классно Смотрится Это Все Дело Если Вы Снимаете Какие То Видео Которые Связаны Какие То Новости Да Такой Посерьезные Варианты То Тут Есть Такие Вот Эффектики Вот Я Например На Своем Канале Вот Этот Эффект Применяю Такой Более Серьезные Эффекты Так Сказать Так Дальше Какие Здесь Еще Есть Приколюхи И Плюшечки Тут Есть Всякие Фигуры Их Очень Много Допустим Человек В этот Момент Что То Сказал И Можно Я Не знаю Так Сказать Прикольнуть Берете Вот Этот Текст Ставите На этот Момент Сейчас Надо Какой-то Момент Выбрать Вот Также Увеличиваем Чтобы Этот Момент На дорожке Можно Было Более Грамотно Вот Делаем Вот Сюда Выбираем Этот Моментик Щелкаем На него И Вы Можете Вот Эту Тему Скорректировать Тут Можно Вот Так Двигать Таким Вот Образом И Также Текст Сверху Тоже Можно Вот Так Скорректировать Допустим Для чего Это Делается Вот Тут Например Присутствует Такой Момент Например Человек Чего-то Сделал И Удивился И Например В Каких-то Видео Где Присутствуют Приколюхи Там Юмор Там Периодически Говорят Такую Штуку Типа What The Fuck Ну Может Это Мат Конечно Я Извиняюсь Но Есть Такая Штука Так Вот На Такой Момент Можно Этот Текст Как раз Таки Им И Заменить И Сделать Именно Вот Эти Три Буквы Также Можно Эти Три Буквы Сделать Более Какими-то Приколюшными Сейчас Посмотрим Чтобы Они Были Там Смотрелись Пообъемнее Что ли Ну В общем Похимичить Нужно Здесь Очень Много Вариантов Просто Я не буду Сейчас На это Время Тратить Также Делаем Это Все Дело Побольше Делаем Более Жирно Делаем Например Цвет Красным Чтоб Конкретный What the fuck Был И Делаем Окантовочку Допустим Все Это Дело Применяется И Теперь Смотрим Как Это Смотрится Вот Таким Образом Делаются Вот Такие Приколюхи Это Этот Видеоредактор Позволяет И Также Можно Одновременно Тут же Если Вам Это Сказал Например Просто Сверху Перетаскиваете И еще И У второго Человека Корректируете Это Дело Вот Можете Сюда Сделать В общем Можете Играться Сколько Вам Влезет Один Одно Сказал Другое Второе Также Есть Вот Такие Стрелочки Например Вот Если Вам Нужно Показать Что В этот Момент Что-то Происходит Типа И Это Он Виноват В этом Вот Он Виновник Допустим И Так Далее Много Тут Всяких Эффектов Которые Можно Поприменять Тут Есть Вот Эти Наброски Можете Зайти И Тоже Посмотреть Как Это Все Дело Работает Масштаб Панорама Допустим Посмотреть Это Вот Такой Вот Эффектик Который Отдаляет Приближает Вы Можете Там Какой-то Момент Приблизить Или Отдалеть Так Дальше Выделение Цензуры Это я вам Уже Показал Но Здесь В панели Инструментов Этот Именно Вот Инструмент Выделили Так Как Это Важная Штука И Периодически Применяется Так Дальше Что у нас Тут Еще Есть И Также Хромакей Отдельно Выделен Тоже Думаю Что Правильно Сделано В этом Видеоредакторе Потому Что Цензура Хромакей Такие Стандартные Ходовые Вещи Которые Всегда Должны Быть Под рукой Так Допустим Что Есть Там С Хромакеем Например Вам Нужно Сверху Наложить Видео Которое Отснято На Хромакее Сейчас Я Найду Так Так Видео Дай Файл Кат Сейчас Найдем Какие Нибудь Приколюхи В Которых Присутствует Хромакей И Я Вам Примерно Покажу Как Это Работает Так Только У меня Сейчас Подгрузится Это Все Дело Так Футажи Допустим Футажи Футажи Ну Пусть Будет Вот Этот Вот Например Футаж В Чем Фишка Вот Видео Которое Отснято На Зеленом Фоне Выглядит Вот Таким Образом Мы Например Это Видео С Режем Вот Вы Срезаете Вот Это Лишнее Мы Можем Просто Удалить А Вот Это Дело Например Накладываем Сверху Также Если Щелкаем На Само Видео Вот У Этого Видео Которое Мы Наложили Есть Звуковая Дорожка Она Нам Эта Дорожка В общем То Не Нужна Мы Ее Можем Удалить Или Просто Убавить Здесь Звук Чтобы Она Не Перебивала Основной Звук Допустим Делаем Вообще Удаляем Эту Дорожку Она Нафиг Не Сдалась Осталось Само Видео Также Щелкаем И Уже Можем Поработать Величиной Так Сейчас Смотрите Что Можно Сделать Вот Оно Сам Раздел Хромакей Щелкаем Выбираем Хромакей И тут Уже Можно Похимичить С этим Хромакеем Смотрите Если Я Делаю Вот так Зеленый Цвет Остается Здесь Если Убавляю То Получается Вот Такой Наш Персонаж Вот Он Чистый Его Можно Куда То Поставить Допустим В любое Место Покрутить Им Там Не знаю Как вам Удобно Так Хромакей Тут Можно Убавлять Шумы Шумы Это Вот Например Вот Этот Сам Зеленый Цвет Края Чтобы Были Вот Тут Ровненькие И Все И В принципе Вот Смотрите Вот Например Если Где-то Местечко Где Не Настолько Близко Чтобы Было Это Понятно И Вот Этого Человека Мы Двинем Например Сюда Сбоку Star Wars В общем Здесь Можно Много Всяких Фишек И Приколов Добавлять Это Например Если Что-то Происходит В Видео Какой-то Эффект Там Добавляете Или Завершается Видео Вот Сейчас Я вам Покажу Еще Один Эффектик Допустим Заканчиваете Вы говорите Подписывайтесь На канал YouTube Вот Делайте Это Под Концовку Убираем Тут Лишнее Остается Только Этот Эффект Заходим В Chroma Key И Вот Этот Эффект Применяется Так Все И Смотрите Сейчас Делаем Чуть Побольше Допустим На тот Момент Когда Тут Эдвин Говорит Подписывайтесь На канал Видите Классно Круто Это Можно Применять Вообще Огромное Количество Таких Приколов Как Это Сделать Вы Просто Заходите Там На YouTube Где Брать Такие Футажи Например С Хромакеем Просто Пишите Футаж Хромакей И И Можно Даже Какую Тему Что Именно Вы Хотите Найти Но Если Просто Даже Взять Футаж Хромакей То Этих Футаж С Хромакеем Целая Куча Вообще Там Чего Угодно Можно Найти Все Эти Вот Я не знаю Там Хомячок Вот Вот Смотрите Допустим Понравился Вот Вам Этот Хомячок Нужно Будет Вот Это Скачать Себе Вот Этот Футаж Сейчас Он У Меня Скачается И Тут Целая Куча Вот Этих Футаж Вообще На Разной Тематике Заранее Себе Наскачиваете Все Футаж Мы Скачали И Теперь Например Можем Его Применить Заходим Ищем На Рабочем Столе Которую Мы Скачали Футаж Где Он У Нас Вот Футаж Мышка Все Так Чуть Чуть Убавим Дорожку Чтобы Посмотреть Тут Футаже Убираем Не Нужно Оставляем Например Только Тот Момент Когда Именно Мышка Разрезаем Это Все Дело Убираем Вначале Лишнее Звук Тоже Можно В принципе Убавить И Оставляем Вот Это Дело Так Что Что Получается Мы Можем Делать Мы Можем Это Все Дело Увеличить Или Уменьшить Поставить Сюда Заходим В Хром Окей И Делаем И Убавить Или Прибавить Именно Вот Смотрите Вот Так же Шумы Подкорректировать Можно Края Чтобы Были Более Гладкие Там Какие То Прозрачность И Т.D. И Т.П. Делаем Применить И В принципе Получаем Вот Такого Вот Такого Хомячок Который Сидит И Чего То Но Это Конечно Футажи Нужно Применять Чтобы Они Были В Тему Можно Хомячка Вообще Там Сделать Вот Так И Я Не знаю Какие Ну Юмор Какой-то Если Это Будет В Тему Этого Видео Такой Вот Отличный Инструмент Хрома Кей Так Что Тут У нас Еще Есть Давайте Посмотрим Стабилизация Также Стабилизация Это Я Тоже Проговорил Если У вас Видео Снимается И Все Чего-то Там Дребежит То Можете Стабилизировать Видео Так Ну В Принципе Я Пробежался По Основным Вещам Это Фильтры А Еще Такая Штука Есть Мне Вот Тоже Нравится Тут Есть Еще Дополнительные Всякие Фильтры Которые Можно Применять Такие Как Сейчас Я Вам Найду Это Местечко Я Их Вот Цвето Фильтры Мне Вот Нравится Не На Всех Конечно Видео Но На Некоторых Это Прям Вот Подходящая Штука Выбираете Ваш Видосик Вот Он А Также Выбираете Какой-то Фильтр Берете Его И Тащите На Само Видео И У Видео Меняется Цвет Скажу Еще Раз Не На Каждое Видео Можно Применять Вот Эти Фильтры Есть Иногда Какие-то Видосики На Которых Классно Это Смотрится Например Перекинули Это Вам Не Понравилось Можете Удалить Удалять Как Можно Здесь На Каждом Видео Есть Звездочка Вот Она Нажимаете Звездочку И Здесь Можете Заметить Все Фильтры Все Приколюхи Которые Вы Применяли Допустим Вот Это Называется Айвазовский Фильтр Вот Он Не Нравится Он Вам Делайте Удалить Если Автокоррекция Вам Не Нравится Тоже Делайте Удалить Так Давайте Посмотрим Может Какой-то Другой Фильтр Просто Закидываем Вот Закидывайте Смотрите Не нравится Допустим Пробуйте Разные Фильтры Вот В итоге Вы Определите Для себя Например Какой Типаж Видео И где Можно Будет Поприменять Именно Именно Такой Фильтр Придать Например Видео Киношность Допустим Как будто В кино Необычное Там Видео А вот Вот Вроде Как Тоже Неплохой Такой Фильтр Если Вы Снимаете Видео В котором Такая Тема Что Вы Идете В темном Лесу Это Не знаю Что То Фильм Минифильм Ваш То Там Вы Можете Применить Именно Вот Такие Фильтра И Сделать Из Этого Блокбастер И Будет Это Выглядеть Очень Классно Также Есть Разделы Допустим Ретро Чтобы Сделать Например Черно Белым Фильм Тоже Периодически Можно Применять Винтаж Вот Царапины Иногда Вот Такие Фильтра Тоже Классно Смотрятся Есть Pop Art Вот Такая Приколюха Например Где Можно Это Применить Это Можно Сделать Под Концовку Видео Когда Говорят Всем Пока Там С вами Был Такой То Такой То И Применить Вот Такой Фильтр Или Например Вот Такой Подставить Какую-то Музычку Или На начало Даже Можно Это Сделать Так что Можно Экспериментировать Плюс Еще тут Такие Фильтры Есть Мне Вот Очень Нравится Допустим Вот Видео И Видео Окантовка Обычно Стандартная Так Вот Здесь Есть Такие Вот Разделы Допустим Вот Сейчас Перенесу Это Сюда И Вот У Видео По бокам Появляется Такая Красная Подсветочка Как будто Что-то Подсвечивает Ваше Видео Есть Такая Же Белая Подсветка Вот Она И Это Очень Круто Смотрится Когда Вы На Ютубе Смотрите Потому Что Когда Вы Запускаете Ролик На Ютубе Сейчас Открою Какое Нибудь Любое Видео Тут Сейчас Будет Ити Реклама Пропустим Этот Момент Вот Например Идет Видео А Бока Просмотра Тоже Белая И Когда Вы Примените Например Вот Эту Приколюху С окантовкой Белого Туманчика То Здесь Вот Эти Бока Будут Как В тумане Это Будет Смотреться Очень Классно Так Дальше Так же Есть Еще Такая Штука Где Это У нас Сейчас Посмотрю Это Такое Ощущение Что Как будто Будет В Телевизоре Все Объем Придается Так Ну Ладно Тут Можно Много Ковыряться Много Искать Цвет Например Вот Можно Добавить Что Сверху Вот Идет Такие Мерцания В общем Это На Ваше Усмотрение Так же Что Тут Можно Еще Сделать В Этом Видеоредакторе Тут Можно Записать Видео Допустим Вот Я Сейчас Нахожусь Редактирую Видео И Мне Нужно Срочно Добавить В Это Видео Какой-то Момент Что-то Я Не Успел Дозаписать Да Там Поэтому Выбирается Здесь Камера Вот Моя Камера Как Вы Видите Это Хромакей Или Я Выберу Например Другую Камеру Которую Перекрывается Второй Верхней Камерой И Делаю Захват Видео Допустим Здесь Тоже Можно Сделать Все Настройки В общем Нажимаем Начать Захват Говорим Всем привет Туда Сюда И все Такое Остановить Все Видео Сохраняется В папку И Это Видео Мы Можем Перетащить Сюда Все Как Вы Видите Потом Этот Момент Закрываем И Вот Оно То Самое Видео Которое Допустим Было Снято На Хромакей Я могу Даже Это Видео Взять И в Хромакей Так Сейчас Чуть Чуть Ушел От Него Давайте Я Наверное Пересниму Чтобы Было Покачественнее Это Все Дело Так Заходим Делаем Запись Видео Ищем Ту Камеру Которую Будет Сейчас Вас Снимать Пусть Будет Вот Эта Камера Делаем Начать Захват Делаем Всем Привет Там У меня Сзади Вот Хромакей Находится Делаем Остановить Это Все Дело Вот Она Эта Папочка Сразу С папки Перетаскиваем В принципе По папкам Уже И лазить Не надо Все Вот Это Видео Которое Я Могу Это Видео Чуть Даже Увеличить И Применить Здесь Вот Эффект Хромакей Вот Все Срезаю Убираю Там Какие То Шумы И так Далее Тут Похимичить Можно С этим Делом Но Нужно Хромакей Конечно Нужно Записывать Качественно У меня Хромакей На данный момент Не настроен Нужно Правильно Свет Чтобы Попадал Чтобы У вас Это Все Дело Выглядело Качественно Так Края Ну Примерно Вот Главное Чтобы Вы Поняли Систему Работы А как Это Все Дело Настраивается Качественно Это Уже Как Б Другая История Допустим Делайте Вот Так И поехали Получается В программе Вы можете Тут же Наложить Сверху Какой-то Разговор Если Вы Считаете Нужным Что Вы В основном Видео Не договорили Чего-то Так Что Тоже Классная Штукенция Это Запись Видео Также Есть Захват Экрана Нужно Захватить Видео С экрана Легко Попробуйте Новый Продукт Супер Мак Бадл Вот Захватывайте Видео Музыку Сайтов И так Далее Но Это Нужно Отдельно Покупать Вы Можете Тоже Для себя Это Приобрести Принцип Такой же Тут же Записывайте Свой Экран Что-то Там Говорите И Это Все Дело Применяете Сюда Также Например Присутствует Такая штука Некоторые Видеоблогеры Как делают Допустим Они Сняли Видео Такая Фишка Бывает Вы Идете В супермаркет В котором Снимаете Какие-то Продукты Или Чего-то Там Засняли Но Так Получилось Что Вы Не могли Там Говорить Стеснялись Что-то Сказать Или Там Охрана Смотрела Вроде Как Говорить Неудобно Было В общем Засняли Момент И Сверху Нужно Наложить Голос Все-таки Проговорить Что там Происходило И на тот Момент Допустим Вот Видео В котором Отсутствует Звук По какой-то Причине То На такой Момент Вы можете Сверху Сделать Аудиозапись Вот Выбираете Тот Микрофон С которого Будет Идти Разговор У меня Допустим Hyper Наушники Качество Громкость Там Выбираете И делаете Начать Запись Все И тут Идет Процесс Всем Здорово С вами Эдгар Вы на канале Мысли о геймице И мы сейчас Будем записывать Вот этот урок Тут Вот Эдвин Кушает Шапочку Вот эти Пончики Там И все Такое В принципе Все И останавливаем Это все Дело Как вы видите Снизу Появляется Звуковая Дорожка С вашим Голосом И мы можем Сейчас Это Даже Прослушать Так Только здесь Слышно Плохо Надо было Сделать По настройке Чтобы Это все Дело По громкости Чуть Лучше Было Вот На этот Случай Если вдруг Записалось Тихо Выбираете Вот этот Инструмент Настройки И здесь Есть Аудио И видео Выбираете Аудио И есть Громкость И делаете Громкость Выше Теперь Мы можем Послушать Еще раз Ну здесь У меня Просто Передача Другая Программа Сейчас Записывает Может быть Вы плохо Это Сейчас Слышите Но В принципе Понятно В чем заключается Этот инструмент Что нужно делать В общем Нету звука Нужен звук Заходите Выбираете Тот самый Отрывок Прямо Смотрите На это Видео Жмете Запись Голоса И начинаете Комментировать Происходящий Момент Также Например Если вы Сделаете Нарезку Видео Вы Отсняли Показывали Вашу Путешествие Вы Чуть Чуть Идете В горах Допустим Потом Вы Купаетесь Потом Вы Кушаете В каком-то Ресторанчике И Как-то Завершаете Ваш День То В принципе Включаете На этот Момент И Начинаете Записывать Все Начинаете Запись И говорите Что Вот в этом Месте Я Проходил Мимо Красивого Дерева Вот Вы можете Это Видеть И Сами Как бы Этот Момент Видите То же Самое Будет Смотреть Ваш Зритель И Все Таким Образом Накладывается Сверху Звук В общем Это Основные Вещи Которые Можно Здесь Применять Здесь Еще Также Есть Ряд Инструментов Такой Инструмент Вот Как Повторы Кодирования Здесь Например Если Вам Не Нужно То Вы Можете В принципе Срезать Это Дело Вот Срезаете Видео Увеличивается Вот Она Чтобы Приблизить Какие То Моменты Если Это Требуется Также Сразу Коррекция Цвета Есть Удалить Есть Вот Мастер Переходов А Есть Просто Случайные Переходы Жмете Ок Все И У вас Устанавливаются Какие Переходики Если Вам Лень Самому Ставить Переходы У вас Очень Много Нарезок Видео То На Все Эти Моменты Автоматически Программа Поставит Какие То Не знаю Переходы На Автомате Вот Они Случайные Переходы Без Переходов Вертушка Можете Какие То Конкретные Переходы Поставить Это Для Быстроты В общем Работы Также Идет Система Вот Например Некоторые Люди Снимают На телефон И Получается Съемка Неправильная Так Сказать Вот Вертикальная Там То Вы С помощью Этого Инструмента Можете Повернуть Ваш Видосик И Сделать Его Правильным Очень Удобно Есть Видеоредакторы В которых Такой Фишки Нету И Приходится Скачивать Какие То Программки Которые Как раз Таки Выравнивают Но Видеоредакторе Мовави Это Все Доступно В Принципе Все Основные Моменты Здесь Учтены Больше Этого Это Вам Если Что-то Еще Круче Этого Нужно То Это Нужно Быть Уже Наверное Вы Фильмы Наверное Снимаете То Тогда Уже Более Серьезная Программа Нужна Но Если Вы Начинающий Блогер Или Уже Более Менее Ходовой Блогер Этой Программы Больше Чем Нужно Всяких Эффектов Также Здесь Можно Сделать В итоге Когда Вы Все Отредактировали Все Вам Нравится Все Отлично Вы Можете Сделать Сохранить Жмем Сохранить Здесь Тоже Очень Много Возможностей Вот Мне Нравится Можете Сохранять В разных Форматах Мпэк 4 Мов Айви Мпэк 1 2 И так далее Мкв Все Те форматы Которые Вам Нужны Для Каких-то Сайтов Может быть Я все Делаю Для Ютуб Формата Так вот Здесь Рекомендуется Мпэк 4 С кодеком H264 Я вот Это Применяю Также Здесь Всегда Делаю Лучшее Качество Здесь Я Применяю Размер Кадра Это У меня Идет Я делаю Вот Так Сейчас Скажу Вот 16 на 9 Это Чтобы На Крупные Большие Телевизоры Если кто-то Смотрит 1920 на 1080 В принципе Здесь Все Окей Тут Можно Сделать Куда Будет Ваше Видео Сохраняться Один Раз Нажимаете Куда Вы Хотите Сохранять Какую Папочку Программа Это Запоминает И Каждый Раз Будет Туда Ее Сохранять И Здесь Тут Ж Даете Название Вашего Файла Допустим Ну Не знаю Пусть Будет Там 9 9 9 9 Просто Здесь Еще Несколько Разделов Есть Вы Можете Сохранить Аудио Файл Тут Есть Онлайн Видео Для Телевизора Для Разных В общем Устройств Разных Форматов Сохранения Я Сохраняю Вот Этот Формат Сохранения Видео И Нажимаю Старт Выходит Вот Такое Вот Окно И Здесь Достаточно Быстро Происходит Сохранение Экспорт Вашего Видео На Компьютер Скорость Сохранения Меня Очень Радует Потому Что Я Как Сказал Пользовался Разными Видеоредакторами И Сталкивался С тем Что Видео Сохраняется Не знают Сутками А потом Происходит Такой Момент Когда Вам Пишет Компьютер Что Извините Что-то Пошло Не так И Все И Все Что Вы Делали Коту Под Хвост Поэтому Я В итоге Пришел К тому Что Лучше Купить Программу Качественную И Работать Спокойно Нежели Скачивать Какие-то Бесплатные Версии В которых Не хватает Эффектов Которые Глючат Что-то Тупят Какие-то Ошибки Выдают Все Это Делает Работу Плохой Блин Делает Задержку Вы Ждете Такое Количество Времени Столько Потратили Времени Чтобы Редактировать И Тут Раз Обломались Так Вот С этим Проблем Тут Нет Один Раз Купите Установите Спокойно Работаете Без Проблем Уже 22% При Том Что Видосик По Длительности Нем Немаленький Тут Сколько Тут По Времени Он Идет 15 16 17 Минут Где-то 17 Минутное Видео Размер Файла 9,45 Гигабайт Показывает Понимаете В Максимальном Качестве Видео 18 Минутное Уже 30% Видео Обработано Прошло 2 минуты Осталось 4 минуты 37 Секунд Итак Ребята Я Показал Основные Фишки Этой Программы Которыми Я Пользуюсь Мне В общем-то Достаточно Все Что Здесь Есть Если Вас Заинтересовал Этот Продукт То Ссылочки Будут В Описании Вы Можете Зайти Перейти По Ним И Скачать 30% Скидка И Приобрести Себе Такой Видеоредактор Вот Он Реально Стоит Недорого А со Скидкой Вообще Как бы Купить Один Раз И Работать Спокойно Думаю Это Того Стоит Так что Если Есть Вопросики Пишите В Комментариях Рассмотрим Это Все Дело Также Будут Еще Выходить Ролики На Тему Этого Видеоредактора По Отдельным Каким-то Темам Например По теме Как Создать Видео С Применением Хромакей Более Подробно Как Работает Система Хромакей Там Как Применять Какие-то Прикольные Эффекты Если Я буду Находить Их Так что Будут Периодически Выходить Видео Как И Что Работает Так Пишите Что Именно Вас Интересует Я Сниму На Это Дело Обзор Ну Если Я Вам Чем-то Помог Вам Понравилось Это Видео Пишите Ставьте Лайки Ну Конечно же Делитесь Социальные Сети Всем Пока Продолжение следует